Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я расскажу вам о том, как правильно планировать свой участок. Вернее, основные правила, которые вы должны при этом учесть. Вообще, сад или огород – это разные вещи. Но так уж получилось исторически, что наши садоводы объединяют все это на одном участке. И огород, и сад, и декоративные растения сажают. Но не так много у нас земли. Вот как же сделать так, чтобы все это сделать рационально на своем участке? Можно, конечно, обратиться к ландшафтным дизайнерам. Можно воспользоваться готовыми какими-то типовыми схемами размещения растений. Но многие, естественно, предпочитают делать это самостоятельно. Так вот, есть несколько правил. Первое правило – старайтесь культуры разносить, создавать какие-то изолированные группы. Ну, скажем, яблони посадите отдельно, смородину отдельно, крыжовник отдельно. Для чего это делается? Ну, во-первых, так за ними будет проще ухаживать, они у всех будут рядышком расти. Во-вторых, они будут хорошо опыляться, потому что, соответственно, родственные культуры будут рядом расти. И, в-третьих, не будет распространения болезней. Ну, скажем, если вы посадите вместе баклажаны, помидоры, перец, картофель, у них одна общая болезнь – фитофтора. И фактически все эти культуры одновременно заболеют. Точно так же смородину с крыжовником ни в коем случае нельзя рядом вместе сажать. Итак, пространственное разделение. Обязательно учитывайте индивидуальные какие-то особенности и предпочтения каждой культуры. Ну, скажем, одним обязательно нужна кислая почва. Косточковые, скажем, культуры сливы, там, вишни очень любят расти на возвышенных местах, где хорошо обдувается ветром. Какие-то растения любят тенистые места. Вообще, со светом надо быть очень осторожным. Дело в том, что, как правило, большинство растений любят свет, чтобы свет светил целый день на них солнечный. Поэтому крупные деревья никогда не сажайте в центре вашего участка или с его южной стороны. Иначе тень от них, когда они вырастут большими, будет закрывать большую часть вашей территории. Если вы планируете создавать овощные грядки, обязательно располагайте их в направлении с севера на юг. Тогда солнце, проходя с востока на запад, будет более-менее равномерно освещать их со всех сторон. Ну, а если у вас овощные грядки будут располагаться на склоне, то располагайте его не вдоль склона, а располагайте их обязательно поперек склона, чтобы при поливах, при дождях, при тающем снеге плодородный слой земли не вымывался, а оставался на вот этих вот как бы террасах. Следующий фактор. Обязательно проверьте, какой у вас физико-химический состав почвы на участке. А он может быть, кстати сказать, неравномерный. То есть в одном месте более кислая, скажем, почва, в другом более щелочная. А разные растения на это по-разному реагируют. У нас, собственно говоря, снято видео о том, как определять кислотность почвы. Обязательно посмотрите, там все подробно описано. Очень часто нам достаются участки, на которых уже растут какие-то деревья. Ну, береза, сосна, кедр, лиственница, например. И когда они небольшие, действительно выглядят очень красиво и живописно. Но имейте в виду, они вырастут. Вот береза выросла. У нее очень большое количество зелени, листьев. Значит, соответственно, на вашем участке будет огромное количество тени. Мало того, ее корневая система поверхностная и распространяется вокруг дерева на расстоянии до 30 метров. Вообще, это водяной насос. Он высосет воду у всех остальных растений, которые будут расти в районе, так сказать, 30 метров. Поэтому будьте с этим аккуратны. А вот, скажем, сосну или лиственницу можно не спиливать, можно ее оставить. Дело в том, что у этих растений как раз корневая система уходит достаточно глубоко. При этом крона, в общем-то, ажурная и особого вреда окружающим растениям они не принесут. Можете попытаться создать на своем участке такие небольшие микроландшафты. Привезите какие-то грубые, необработанные камни. Как-то живописно их, не симметрично. Главное, расставьте. Пространство между ними наполните землей. И высадите туда какие-нибудь компактные, не очень большие, неприхотливые растения. Это могут быть хвойные, это могут быть какие-то цветы, типа флоксы, колокольчики, что-нибудь такое, не требующие особого ухода. Это могут быть небольшие декоративные кустарники, например. Вот такие микроландшафты создают определенную изюминку в вашем саду, делают его не таким однообразным. Конечно, очень хорошо на открытых пространствах смотрится газон. Прежде чем сеять газон, обязательно поверхность нужно тщательнейшим образом выровнять. Затем выкопать ямы посадочные и посадить какие-то красивые кустарники. Либо у них декоративные листья должны быть, либо они должны быть очень красиво цветущими. И только после этого сеется уже, собственно говоря, трава, газонная трава. На фоне газона просто великолепно смотрятся пионы, розы, георгины, какие-то цветные с пестрыми листьями барбарисы, ну и, конечно, гортензий. Зона отдыха. Очень важная составляющая любого участка. Если вы живете в северных районах, зону отдыха рекомендую вам сделать в том месте, где она хорошо будет освещаться солнцем. Почему? Потому что после дождей, если она будет находиться в тени, она будет долго сохнуть, и там, в общем, будет сыро и неуютно. А вот в южных регионах, где солнце палит достаточно сильно, там как раз наоборот, лучше располагать в тенистых местах и в полуденной зной, так сказать, отдыхать. Вообще, в идеале лучше иметь две зоны отдыха. В первой половине дня отдыхать в одной зоне, где тенечек, после обеда переходить в другую, где уже тенечек. Вот так лучше всего и сделать. Как правильно расположить скамейку на своем участке? Ну, во-первых, располагать желательно скамейку возле какого-то цветника или, конечно, если есть водоема. При этом взгляд ваш, когда вы сидите на скамейке, ни в коем случае не должен упираться в какую-то стену. Даже из растений стену. Должна быть какая-то обязательно перспектива. А вот за спиной у вас желательно, наоборот, как раз посадить такую стену из кустарников каких-нибудь декоративных, скажем, барбарисы те же самые, чубушники, вейгела. Вот ощущение стены за спиной придаст вам уверенность и покой. Вот отдыхая на этой скамейке, вы будете действительно отдыхать. Правда, имейте в виду, вот эти кустарники, которые у вас за спиной, они должны быть, ну, скажем так, неплодоносящими, чтобы с них не падали ягоды. Ну, скажем, шелковица или черноплодная рябина не очень подойдут, потому что вы можете просто испачкаться от этого. Да и с чубушником надо быть осторожным, потому что чубушник очень любит тля. И сидеть под кустом, с которого на вас будут капать выделения тли, тоже не очень приятно. Кстати сказать, вот эти декоративные стенки за спиной или по бокам можно делать, в принципе, из каких-то быстрорастущих вьющихся растений. Закопайте пару столбов, натяните веревки, провод какой-то, и на них запустите жимолость, девичий виноград, хмель, в конце концов. Ну, естественно, самый лучший вариант – это плетистые розы. Это будет и красиво, и очень комфортно. Ну и, наконец, о расстоянии между растениями. Ну, в плодовом саду есть такое золотое правило – кроны деревьев не должны соприкасаться, должен спокойно между ними проходить человек. В принципе, к декоративным это относится в той же самой мере. Поэтому при посадке любых деревьев или плодовых, или декоративных, обязательно узнавайте, какого размера это дерево будет уже во взрослом состоянии, когда оно вырастет до своих максимальных размеров. Зачастую бывает так, что садят маленькое дерево, совершенно этого не учитывая. Пожалуй, клумбы и миксбордеры – вот это исключение из правил. Там, чем больше растений, чем они гуще посажены, тем, в принципе, лучше. Ну и в заключении, конечно, я бы вам посоветовал заранее продумать стиль вашего сада, еще на стадии планировки. Дело в том, что стили бывают, ну, грубо говоря, два. Это может быть регулярный стиль, так называемый, где у вас четкие геометрические формы, где у вас четкие дорожки, где у вас стриженные изгороди или бордюры какие-то. А может быть природный стиль, естественный, как бы растения в нем живут без всякой стрижки, как бы сами по себе. Сами по себе, конечно, на самом деле под вашим очень чутким надзором. Итак, сегодня я вам назвал некоторые правила, которые стоит учитывать при планировании своего участка. Конечно, большинство начинает со строительства дома, хозяйственных постройок. В общем-то, это правильно. Но, тем не менее, не забывайте и про участок. Ну, а я с вами сегодня прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. И желаю вам принимать правильные решения.